Всем привет! На связи Мапу и сегодня хотелось бы записать довольно-таки короткое видео и раскрыть один аспект. И плюс хотелось бы еще получить обратную связь от вас в виде комментариев под этим видео. Смотрите, с самым популярным заказом, либо на фрилансе, либо когда вы работаете на заказах напрямую с заказчиком в сфере разработки мобильного приложения, в данном случае под Android, вообще заказов много, там по факту каждое приложение, которое хотят заказать индивидуально, нет ничего основного повторяющегося, ничего шаблонного нельзя сделать для себя, чтобы каждый раз по определенному шаблону делать мобильное приложение. Но есть одно направление в заказах мобильной разработки, которое можно называть шаблонным. Это разработка мобильного приложения для магазинов. И так сложились обстоятельства, что это направление, оно очень часто встречается и на фрилансе, и на заказной разработке. Такое приложение проще всего даже продать потенциальному заказчику, показав, что у вас уже есть, и что вы для его магазина можете такую штуку сделать, при этом обосновав, для чего ему это нужно. А нужно ему именно для создания уникального сервиса, тем самым получая клиентов по рекомендациям или даже напрямую. Ну, это очень сильная вещь, когда есть уже мобильное приложение, и вы как собственник магазина можете более тесно работать с вашими клиентами. То есть тут больше дополнительные психологические инструменты. И когда вы, допустим, владеете какими-то навыками андроид-разработчика, очень сложно перейти к написанию реального мобильного приложения. А магазин уж не такая простая вещь. Там нужно предусмотреть создание каталога. Например, как вы будете формировать каталог с категориями. Например, как вы будете там выбирать условия, что отображать под категории или сразу же товары. Как вы будете делать выбор различных вариаций товаров, при этом меняя цену, допустим. Тоже очень важная штука. Как вы будете реализовать функционал добавления к корзину, допустим, оформления заказа, добавление, допустим, в избранное, добавление в сравнение. Как вы это все будете делать? Там возникают большие вопросы, как вы это все будете делать. И в связи с этим, мобильное приложение для того же интернет-магазина довольно-таки сложно создать. В связи с этим, я решил записать обучающий курс с полного нуля. Как создать мобильное приложение для интернет-магазина под платформу андроид. То есть, я покажу на курсе, как состояние от создания пустого проекта, да, от состояния бэкэнда, правильного бэкэнда, с правильными взаимосвязями между таблицами, довести ваш проект до состояния полной готовности. Стоимость такого курса я планирую сделать за 5000 рублей. Если вам интересна разработка такого приложения, то, во-первых, вы можете сделать предзаказ, то есть предзаписаться, либо забронировать за собой место, если курс выйдет через месяц. Но если вы хотите зайти по сниженной стоимости, вместо 5000 рублей, вы можете записаться сейчас за 3000 рублей и через месяц уже начать обучаться. Либо вы можете сделать просто предзапись еще сейчас, а оплатить, когда выйдет курс, но сумма тогда будет 5000 рублей. В любом случае, под видео будут ссылки, для того, чтобы связаться со мной там во ВКонтакте. Я ставлю даже WhatsApp, и там будет почта, и еще страница с формой, где вы можете оформить заявку. Я даже сделаю возможность оплатить через Бутси, если вы решите оплатить по сниженной стоимости, но там будет комиссия, будет дороже. Проще всего со мной связаться и напрямую мне оплатить, допустим, обучение. Либо просто записаться без оплаты, дождаться, когда через месяц выйдет курс, и уже по полной стоимости его оплатить. Стоимость обучения фиксированная, она не будет меняться, то есть один раз заплатили за курс и обучаетесь. В сроках обучения я не ограничиваю, то есть у вас доступ пожизненный, плюс обратная связь от меня. Это довольно-таки выгодно. В общем, если вам интересна эта тематика, то пишите, во-первых, мне. Опять же, все контакты, все ссылки для связи со мной будут под видео. И плюс, можете писать комментарии под видео в целом. В общем, оставляйте свое мнение, и до связи на следующих эфирах. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok